Вторая половина встречи началась с атак гостей. Почувствовав, что Фортуна не спешит поворачиваться к торпедовцам лицом, игроки «Зенита» начинают все чаще беспокоить галкиперы хозяев. Олег Стогов делает ряд замен. И пока он пытается наладить игру, питерцы успевают два раза опасно пробить поворотом. Вячеслав Крыканов играет надежно. До конца встречи остается 15 минут. Торпеда начинает штурм. Везьмикин выигрывает единоборство штрафной и бьет. Спасает защитник. Игорь Менщиков после углового в суматохе пытается протолкнуть мяч в ворота. На месте вратарь. Сильный удар Смирнова выше ворот уже как жест отчаяния. И все же 18 номер торпеда сумел найти лазейку в защите гостей. Но сам не ударил, а чтобы уж было наверняка, отдал мяч капитану. И Дмитрий Везьмикин не подкачал. Торпеда вырвала победу на предпоследней минуте матча. Отыграться у «Зенита» уже не было времени. 1-0 и черно-белый зарабатывает очень нужные три очка. Думаю, сегодня достаточно они много сил и желания отдали для того, чтобы взять какие-то очки. Но не получилось в концовке. Значит, команда хозяев забила гол. Тем не менее, я думаю, что более закономерен было бы ничья, чем поражение. Ну, я уже целый год анализирую что-то. У меня сейчас самый главный результат. 1-0 победы, я доволен. И три очка в копил команду. Это во-первых. Ну, анализ, тяжелая игра. И, в общем-то, я думаю, нам было бы немножко попроще, если мы в первом тайме в таких голевых моментах, там, пару моментов было забили бы. А так, конечно, на авиатском поле тяжелая игра. Тяжелая. Ну, хорошо выиграли. Сергей Мальянов, Владимир Чучедеев, ТВ6 Владимир.